Осталась одна минута, но тем не менее всего лишь это время. Я скажу, наш семинар традиционно проходит в середине недели, в зависимости от расписания, то среда, то четверг. В этом семестре так получилось, что мы собираемся по средам в три часа, потому что те, кто и до того занимались, или будут заниматься после того, могут войти и каким-то образом поприсутствовать. Кто заочно, кто очно, но в данный момент из-за того, что расписание еще не утряслось, все проводим в заочной форме. Сегодня у нас выступит ученик профессора Савчина Владимира Михайловича Туан. Он расскажет нам о вариационном подходе дискретизации по времени уравнений Биргофа. Все бы это нормально, и мы даже немножко с этим знакомы, но дальше следует продолжение. Для бесконечно мерных систем. Это очень новая для нас тематика, и очень интересно ее услышать. Пожалуй, что я закончил Туан. В таком случае, если вы можете включить свою презентацию, мы будем очень рады вас слышать. Так, ну и чтобы не занимать канал, я себя выключаю, камеру будет только микрофон. Спасибо, начинаем. Здравствуйте, сегодня мы говорим о теме «Вариационный подход к дискретизации по времени уравнений Биргофа для бесконечно мерной системы». Для численных решений задач механики физики широко используются разнообразные методы. При построении дискретных аналогов важно сохранить основные свойства исходной дифференциальной задачи. Основная сцена данной работы – дискретизация системы уравнения заданного вида на основе ее функционала действия по гаметону. Получены необходимые и достаточные условия ее потенциальности, а насыщенные заданной билинерной формы. Построены действия по гаметону для данной системы и получены ее представления в виде уравнения Биргофа для бесконечно мерной системы. Образумируя построение функционала ее разнообразных аналогов на основе вариационного принципа, получены дискретные по времени аналогов уравнения Биргофа. И теоретические результаты проиллюстрированы на конкретном примере. Мы ведем введение и постановки задачи. Рассмотрим систему уравнения 1, где C – заданная матрица с размером 2n на 2n. E – заданная вектор функция, а U – неизвестная вектор функция. И будем рассматривать систему уравнения 1 на множестве дн с краевыми условиями. И отметим, что система 1 является обобщением системы уравнения вида 3. Простите, Туан, можно вопрос? Я не успел сразу так быстро заметить, вот это C большое – это матричный дифференциальный оператор? Или где здесь спрятан дифференциальный оператор? Вот эта система – это заданная матрица, где каждый элемент C и G. Это действует из омега счетой на пункте на R2n в R. Омега – это граничный оператор, но это переменная X, а вот это переменная T, а вот это переменная U. Но здесь стоит еще и дифференциальный оператор. А, зависит не только от функции, но и всех ее переменных. Да, переменная. Да, понятно, понятно, спасибо, спасибо, понятно. В книге Сен-Чили доказано, что система 3 допускает классическую вариационную формулировку, тогда и тонко тогда, когда представим по форме уравнения Биргофа. И при этом построение функционального действия по гамитону. И в моей статье с Владимиром Михайловичем исследованы потенциальности дискретной системы, полученной из системы ВИД-3 с непрерывным временем. И данные необходимые и достаточные условия потенциальности относительно заданной билинейной формы. И изложенный алгоритм построения соответствующего функционалу дискретного аналога действия по гамитону. Далее, мы рассмотрим необходимые и достаточные условия потенциальности. Сначала зададим билинейную формула ВИД-3, ВИД-4, классическая билинейная формула. И определение потенциальности. Задача 1.2 допускает прямую варианционную формулировку относительно билинейной формулы ВИД-4. Если существует дифференциальный функционал FN, то его дифференциальный выполняется в таком условии. Задача 1.2 допускает прямую варианционную формула ВИД-4. И кричери потенциальности оператора N на выпукло множество ДН. Вот это условие пятое. И при его выполнении из хомифункционала ДН действия по гамитону может быть найдет по формуле ШЭТО. И далее, для найти какие условия, в каком условии оператора N… Простите, еще вопрос дополнительный. Пока что мы говорили о существовании этого оператора N, но о его виде не было сказано ничего. Значит ли это, что мы будем искать в таком виде, и если найдем, то все хорошо? А вопрос как? Или просто дополнительный, да? Да, дополнительный. Ага, спасибо вам. Сейчас мы найдем необходимые и достаточные условия потенциальности оператора N с помощью кричери потенциальности 5. Значит, найдем производную и готовую оператора NG. Вот этого. Далее мы используем условие 5. Получаем N строк у от G и N строк от G от. Вот это выражение. Нужно равняться 0. Вот это выражение. Нужно равняться 0. Нужно равняться 0. И в виду произволенности функция H и D и из кричери потенциальности. то мы находим такие условия. Вот. И система 1 является потенциально на Dn. А насыщена билинейной формулой 4. Тогда и только тогда, когда выполняются такие условия. Если система 1 не выполняется эти условия, то мы можем найти вариационный множитель M для того, чтобы оператора, например, Н на шапку равняться M на N является потенциально. И с помощью вот этих условий, то мы можем найти вариационный множитель. Далее. Постройки действия по гамметону. При выполнении условия 8 искомый функционер N. FN может быть построен по формуле 6. Это кричери потенциальности. Но нам нужно представление в виде уравнения бирогов. Поэтому к этому вопросу можно подойти по-другому. Мы ищем действия по гамметону для системы 1 в виде диавета, где R, I и B. Это неизвестные гладкие функции. Дифференциал готов функционал 9. Равен такое выражение. Дэта FN. И мы интегрируем по части. Вот этого части содержит H гамма G. И мы получаем вот это равенство. Из определения потенциальности получаем на левой стороне. Вот это, какое мы получаем даже на правой стороне. Вот это наша система уравнения. Сравнивая левую и правую части, мы находим такую систему. В книге Санцили для первой группы уравнения системы 11, то получаем следующее решение. Вот этого. И тоже в этой книге для второй группы, он рассматривает случай при S равняется 0. Вот. Это типа как частный случай уравнения системы 11. Мы обозначим B. Как называется? B красивый. И исполняем опять формулу 6 из критерепотенциальности. Мы получаем прекрасное вот такое. И таким образом приходит к уравнению бюрофа для бесконечно-мерных систем. Вот такого вида. И экстремальный функционал 9 является решением системы уравнения 13. Рискретизация. Мы возьмем резок нунты на L, равных частей узла T и TG. И ведем операторы сужения. В виде станции высокой R равняется L плюс 1. И такие станции обозначают линейное пространство. Которое будет обозначено у счетов ИЖ. И обозначим N счетов оператора дискретного аналога задачи 13.2, полученной на основе функционала 9. И тоже получим его оплаз определения D, N счетов. Далее аппроксимируем интегралы. Здесь U и T. Мы меняем U званой. ИЖ плюс один минус. У званой ИЖ на Тау. И тогда функционал 9. Заменяем различные действия программитона такого вида. И обозначим вот это F с чертой. Тогда delta F с чертой. То дифференциальным функционалом F с чертой. И интегралным участием вот этого участия. И мы получаем уравнение, которое является разным по времени аналогом с этим 13. Дальше мы рассмотрим примеры. Рассмотрим волновое уравнение с осевой симметрией. W и при краевых условиях такое. W это неизвестная функция. Rho это радиальная координата. А это постоянный координат. И обозначим Омега. Равняется U1. А Омега Т. А нет. Не Омега. А W. Равняется U1. А W Т равняется U2. Вот. Потому что мы рассмотрим наше системы с размером 2n. Поэтому нужно записывать уравнение 15 в виде системы 16. И не трудно видеть, что оператор 16 не является потенциальным. Поэтому с помощью условия 8. Это из-за теорема 1. Можно найти матричную варианцию умножить M такого вида. И также N с шапкой вместо M на N является потенциальным. И допускает представление в форме уравнения Биргофа. И получаем R1, R2 и B. И следовательно, что согласно формуле 9, то действие по гаметонам для 17 принимает следующий вид. И тоже нетрудно получаем бескретный вариант системы уравнения 17 в таком виде. Заключение. Мы получаем необходимые и достаточные условия потенциальности системы уравнения ВИД-1 относительно заданной билинейной формулой, представленной алгоритм построения соответствующего действия по гаметонам и при образовании этой системы к формуле уравнения Биргофа для бесконечно-мерной системы. На основе найденного действия получаем дискретный аналог данной системы уравнения и рассмотрим иллюстративные примеры. Далее – это список литературы. Это первая книга Сантилли. Дальше у нас есть приложение по сравнению результатов различных методов исследования задачи с дисципацией. УТ – это неизведенная функция и опозначим ДН – это область определения оператора Н. Предположение 11 – эта задача не допускает прямой вариационной формулировки относительно билинейной формулы. Второе – приложение. Для этой задачи существует варианционного различия вида М равняется Е степени 2Т и уравнение следствие 1. Уравнение Н с валной, равняется Е степени 2Т может быть получено из варианционного принципа гамметона с действием ФН. Такое вида. Это можно из формулы 6, из критерии потенциальности. Третье приложение 100 операторов 18 является потенциально для ДН относительно билинейной формулы. Это билинейная формула со сверткой. И, соответственно, находим второе действие гамметона для 18 в виде неэллиарного функционала 21. И мы получим приближенные решения и их сравнения. Первое – это точное решение задачи. Эти задачи имеют вид У1. Применяя метод 300, используя функционал 20. Это соответствующая классическая билинейная формула. И с помощью системы MATLAB мы находим приближенные решения задачи. 18 и 19 – это У1. Здесь мы до Т степени 5. Применяем метод 300. Применяем метод 300 и япония функционала 21 – это билинейная формула со сверткой. И находим приближенные решения задачи 18 и 19. И обозначим У2. Далее находим дискретные аналоги задачи 18 и 19 на основе двух функционалов. Соответственно, вот такое и вот этого. И их решения У3 и У4. От этого графика зависима от решения У1 и У2 от Т. У1 – это точное решение. У1 и У2 – это решение с помощью метода риса. У3 и У4 – это решение дискретных систем на основе двух функционалов. У5 – это с помощью метода Рунгекута. Отклонение между точным и приближенным решением. У0 равны соответственно Р1, Р2, Р2 и У5. И рассмотрим приближенные решения У0, У1, У2, У3 и У5 при М равняется 1000. У5. У5 – это решение Р3, Р3 и У5. Вот мы видим, что в Р3, самый хороший вариант, что Р3 и Р5. Р5 – это решение по методу Рунгекута. А Р3 – это решение из дискретных систем. И тогда все. Спасибо за внимание. А здесь какие-то вопросы? Большое спасибо. Доклад очень интересный и чрезвычайно насыщенный. К сожалению, он был очень быстрый для меня. Я не все успевал правильно и быстро схватывать. Если можно, я для того, чтобы понять, сначала задам пару вопросов, а потом попрошу всех остальных людей, слушателей, тоже задать вопросы. Можно открыть тот слайд, на котором формула 17 есть. Сильно, да? Да. Здесь у вас написано, с помощью условий можно найти матричный вариационный множитель. Немножко раньше говорилось, что если существует оператор или функционал вариационный, который обеспечивает то-то, то все хорошо. Все ваши доказательства, они, во-первых, хороши, конструктивны и теоремы выглядят завершенно необходимы и достаточны, если то такой вид. Если можно, как вы смогли найти вот этот матричный вид и как в других случаях вы можете находить этот множитель B, который обеспечивает вариационность? Сначала мы предложим, что, конечно, здесь вариационному множитель имеет вид, что матрица 2N, 2 на 2. Да. Да. И мы обозначим, что M равен A11 на русском. Да, да, да. И ZT, например. И тогда N с шапкой имеется только вид M на N, где N у нас… Туан, можно я перебью, правильно ли я понимаю, что таким образом вы приводите к виду системы линейных уравнений? Нет? Нет, нет, мы не получаем системы линейных уравнений. Мы получаем систему диспретных уравнений. Да. Для того, чтобы найти A, B, C, D. Да. Для того, чтобы найти РОК, какая система получается? То, что сейчас вы рассказывали про матрицу M, NAD 17. Да. Ага, вот где, да? Вы написали вот это соотношение… А1, А2, А3, А4 или А11, А12, А21, А22. Почему получилась вот такая матрица 0РО минус РО 0? Откуда это представление получилось? Вот, когда мы умножить на M, вот здесь… Умножить на M, U, M, N… Да? Да, да, да. И мы получаем N шапку, да? Да, да, да. Далее. Из N шапки у нас есть. И N шапка тоже имеет такой вид, да? Это… Верну… Вот N шапкой. N шапкой также получаем вот такой вид, да? Угу. И в теореме 1 мы найдем вот этого условия, да? Да. Для коэффициентов A11, A12, A21, A22. Да. И написал вот N шапкой в виде C, U, T, плюс E. И поставил вместо как бы A1, A1, A22, A1, A1, A2, A21 и A22 в эти условия. Да. И мы получаем вот это решение. Ну смотри, во-первых, C, I, G заменяется C, G, I. Поэтому… Антисимметричность, да. Да. Поэтому мы получаем что… Антисимметричность, антисимметричность, да. Поэтому… Да, спасибо. Мы можем сохранить некоторые. Спасибо, да. И там есть такой референциальный C, I, G. А как в более общем случае ищется этот B? Или в каждом частном случае его вы находите? B? Да. Вы можете найти с помощью вот этой формулы… В пункт 3. Угу. Это пункт 3. Вот. Вот. вот этого для вторая группа уравнений. Да. Понял, понял. Спасибо. Очень быстро было, поэтому я не успевал осознать. Спасибо. Я понял, удовлетворен. Какие еще есть вопросы к докладчику? Игорь Анатольевич, позволите? Да, конечно. Начну с небольшого замечания. Если вы вернетесь на слайд номер 40, это предпоследний, вернитесь, пожалуйста. 40? Последний слайд. 40. Там видно, что наилучшим оказывается метод Рунге-Кутта, R5. Вот ошибка самая маленькая. Ага. Мне кажется, что это было очевидно с самого начала. Во всех остальных случаях вы заменяете производную по времени на дельта У разделить на дельта Т. Фактически это метод Эйлера. Да. Рискну предположить, что вы используете стандартный метод Рунге-Кутта четвертого порядка. Да, правильно. Конечно, он дает значительно лучшие результаты. Да. Это первое. Да, хорошо. Поэтому, мне кажется, сравнивать их не совсем правильно, и тем более вывод получается против вашей работы. Получается, что метод Рунге-Кутта просто лучше. В связи с этим возникает вопрос к вам. В самом начале вашего рассказа вы говорили, мы, то есть вы хотите сохранить свойства точного решения. какие свойства точного решения сохраняются для решения приближенного? Хорошо. Первое. Мы говорим, что мы получаем из исходной задачи, мы получаем дискретную систему. да. И эта система, сама система, сохраняется условия, свойства потенциальности, свойства. Первое и второе. На другой стадии виногражданства тоже сохраняются интегральные варианты. Вот. Это, мы не говорим, что это сохраняется такой, да, свойства, точно наше свойства. Да? Если честно, не очень понял. Спрошу по-другому. Чем предложенный вами метод лучше метода Рунге-Кутта? Ага. В этом методе мы получаем систему, дискретную систему. И эта система сохраняется свойства потенциальности из исходной системы. Да? Это первый. А вот и в этом работе. Далее, в другой работе мы уже тоже докажем, что дискретная система тоже сохраняется условия. А свойства, интегральные варианты. Вот. Это так лучше, чем... Это хорошая тема метода Рунге-Кутта. Правильно ли я понял, что решение менее точное в смысле приближения, но обладает лучшими свойствами в смысле потенциальности? А, да, да. Спасибо вам. Михаил Дмитриевич. Я не могу придумать, как сформулировать вопрос, но мне кажется, что в таком докладе должно быть разъяснение для людей, которые, как я, слышат такой доклад первый раз, в чем польза сохранения потенциальности. Второй тезис насчет инвариантов, ну, его несколько легче понять. Так вот. Издалека было бы совсем легко это сделать, если бы они были выписаны. Но это скорее замечание. Прошу прощения. Прошу прощения окончательных результатов. Да, ну, чтобы тот человек, кто смотрит доклад, понимал, что вот эта схема менее точная, но за это мы сохраняем вот такое выражение, которое, скажем, вот в такой физической задаче будет интерпретировано как, ну, не знаю, там, закон сохранения энергии или еще что-то. Тут уж докладчику должно быть виднее. Спасибо. Вот такая мысль. Спасибо. Еще вопросы и замечания, пожалуйста. Леонид Антонович, два слова. Обязательно, обязательно. Если других вопросов и замечаний нету, то заключительное слово, безусловно, предоставляется научным руководителям. Угу. Мне очень было интересно наблюдать за аргументацией Тана и должен сказать, что он мне понравился. В целом на все вопросы он попытался ответить корректно, с небольшими уточнениями. Тан, если можно, выведите, пожалуйста, на экран набор формулы номер восемь. Угу. Окей. Итак, первое. Что нового в этой работе по сравнению с работой Сантили? Потому что работа Биргоффа – это такая стартовая работа, и большую жизнь перед ней в дальнейшем открыл Сантили. Угу. Так вот, у Сантили ограничение очень простое. Он занимается только обыкновенными дифференциальными уравнениями. Количество 2n. Поэтому, как частный случай, из восьми получаются те условия, которые имеются в книге Сантили. То есть мы смотрим в корень, что здесь нового. Но я хотел бы обратить внимание на первые две строчки этих условий. Так. Если матрица C и G обратима, то система уравнений, которая была под номером один, представляется в виде современной трактовки уравнений Гаммитона. И так, если мы получаем рационную… Это непосредственный результат, но он в докладе не прозвучал. Он не прозвучал. Он не прозвучал в работе, дело в том, что он не обязан излагать все аспекты его проблемы. Угу. Но что мы имеем отсюда? Гаммитонный оператор – это костсимметрический оператор. И когда мы имеем некоторую систему, то возникает вопрос, представима ли она в Гаммитонном виде. Угу. И как в стройке оператора, который образует матрицу D, то есть Гаммитонный оператор. Так вот, прелесть в том, что условия 8 дадут ответ на этот вопрос в терминах необходимых и достаточных условий. Таким образом, если мы имеем вариационную формулировку, то есть задачи, которые рассматриваются в этом аспекте, то мы заведомо имеем гаммитонную структуру. Это очень хорошо. И тогда возникает такой вопрос. Если мы переходим к дискретизации, не понимая, что существуют какие-то свойства этой системы, то не потеряем ли мы их при переходе к дискретизации? В чем прелесть вариационного подхода? Проектируем на дискретный случай свойства потенциальности. Как это делается? Мы получаем некоторую дискретную систему и получаем проект исходной билинейной формы. Так вот, та дискретная система, которая получится, автоматически будет потенциальной, ну, строго определение дано в том же духе, как это было сделано перед этим. Мы должны построить функционал, найти его дифференциал готов. И если имеет место представление, что первая вариация этого функционала дает нам через билинейную форму выражения уже в дискретном виде, на DH дискретном виде, то такой оператор мы называем потенциальным. В дискретном случае это очень здорово. То есть мы вводим понятие дискретного оператора. Это понятие, которое давным-давно известно, и хорошо работают с ними и физики, и другие исследователи. Но здесь мы формализуем этот аспект. И то, что сказал Чин Фион Тан, абсолютно верно. При переходе к дискретизации, через тисвые пугами на дискретное, мы сохраняем потенциальность новой системы. Тогда возникает такой вопрос, а что это нам дает? Естественно, возникает вопрос, если имеются первые интегралы, то какой-то прообраз там будет? Надо ожидать, что будет. Если у нас есть предпосылки, что исходная система допускает интегральный инвариант, в смысле Понкара или Понкара-Картана, то будет ли некий аналог для дискретного случая? Оказывается, что это тоже имеет место. Ну и тогда формально возникает вопрос, как в этой простой задаче, связанной с линейной диссипацией. Погодите, мы же имеем вариационный принцип, построенный на основе РИЦА. Я имею в виду численную реализацию метода РИЦА. Здесь всплывает еще один функционал. Совсем непонятно, откуда он берется, потому что исходная задача 18-19 не имеет никаких смещений аргумента, а функционал 21, который порождается при этом подходе, оказывает, имеет смещение. Да, как кролик из шляпы. Возникает вопрос с ним делать, выкинуть его или попытаться привлечь на предмет того, что он дает при численной реализации. Так вот, оказывается, что он очень нужный и дает неплохой результат. При той даже грубой аппроксимации, которая связана с дискретизацией действий по Гамбетту, мы видим, что на рисуночке решения накладываются друг на друга. Понятно? Да, видим, видим. И тогда возникает вопрос тот, который вот наш молодой коллега Михаил Малык задал, что метод Румбекута, оказывается, тоже издает хороший результат. Ну что ж, надо похвалить Румбекута, что он придумал хороший подход. Но при решении простейших задач очень важно иметь хотя бы одно частное решение. Иногда его трудно найти, потому что его трудно найти. И тогда, когда мы берем какую-то приближенную схему, то возникает вопрос, а что мы получаем в итоге? Решение близкое к тому, что нас интересует или нет? А я говорю, давайте ту самую задачу представим, если есть возможность. Через вариационные принципы имею в виду различные функционалы. Окей. Тогда, может быть, они помогут сравнить решение, которое мы получаем. И та табличка, которая представлена перед вами сейчас на экране, R1, R2, R4, R5, подсказывает, что на самом деле это путь, который в ряде случаев может быть единственным, если мы не знаем точного решения для сравнения чего-то с чего-то. Есть и другие аспекты этой проблематики, связанные с неоднозначности квантования и тому подобное и тому подобное. Поскольку на этом семинаре вашем есть специалисты в области физики, и когда мы имеем различные функционалы, то возникает вопрос. Но исходная система сама по себе существует, мы имеем различные функционалы, и тогда как быть с квантованием в этом случае? Целый спектр вопросов. Вот здесь я недавно делал доклад в МГУ на семинаре, который связан с именем Смолянова. Эти вопросы представляют большой интерес, но посмотрим, как это будет стыковаться в будущем. А так я хочу похвалить еще раз. Да, Анна, он молодец, хорошо ориентируется в этом наборе задач, ну и мы ожидаем, что он скоро выйдет на защиту. Спасибо коллеги вам за то, что вы так внимательно отнеслись к этому докладу и поставили очень серьезные вопросы, которые аспирант должен уметь отвечать. Спасибо. Если можно, у меня впечатление было бы неплохо, если бы на защите прозвучали тезисы, которые мы услышали от вас, Владимиру Михайловичу. В исполнении соискателя. Возможно, я не прав, но мне кажется, доклад от этого выиграет. Спасибо за такое доверие. Я думаю, что Таан услышал обе стороны и всех выступающих на этом семинаре. Если других предложений, восклицаний и замечаний нету, то большое спасибо докладчику, большое спасибо Владимиру Михайловичу, большое спасибо Дмитрию Сергеевичу за работу по организации. Тогда мы на этом закончили и попрощаемся. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Я надеюсь, что мы с вами скоро увидим...